Сообщения о новых обстрелах со стороны силовиков приходили сегодня из Донбасса. А накануне в Берлине на трехсторонних переговорах германский канцлер и президент Франции призвали Петра Порошенко к соблюдению минских договоренностей, но, как видно, через сутки ничего не меняется. Очередной целью стала Горловка. Один погибший, пять раненых, разрушение. Последствия атаки увидел наш корреспондент Антон Степаненко. Горловка вновь под обстрелом. Не успела Украина отметить день своей независимости. В городе стали рваться снаряды. Порядка 15 попаданий в школу и жилой дом. Улица Кирова – самый центр города. Рядом Богоявленский кафедральный собор. Обстрел начался на рассвете около четырех часов. Дочка была в квартире? Дочка. Они вышли, начали бомбить. Они вышли сюда, и здесь их в календуре завалило. Сильно все равно? Хорошо. Передних зубов нету. Переносится. Ну, ссадины сильные. Это не одна большая комната. Посредине была стена. Она развалилась от ударной волны, травмировав девушку. А на полу, в груди кирпичей, все, что у этой семьи было. Всю жизнь накопила, копила, собирала, собирала. Память родительская. Господи. За что нам это все? Под огнем улицы Кирова впервые. За год гражданской войны и украинских обстрелов снаряды ложились и подальше, и поближе. Но вот так в первый раз. А я еще думаю, День независимости, тихо что-то. Обычно к празднике бомбят. Мы все время тут находимся во время обстрела. Не было такого. Ну, было, дрожало все. И окна, двери брожало. Сидели, стояли в коридоре. То-то, то-то, то-то. Но такого не было. Когда в дом ударил снаряд, ее муж лежал на диване. Взрывной волной выгнула стену над ним. Дом строили добротно, поэтому она устояла. Обстрел продолжался. За стеной кричали от ужаса соседки. Но из квартиры они убежать не могли. Перекосила входную дверь. До конца жизни своей буду помнить. Это ужас. Вот только до обстрела были, это цветочки еще. Сторожа в соседнем училище убила осколком. А вот школьный остался жив. Хотя только в здание школы попало два снаряда. А еще шесть легли рядом. Сторож на секунду отлучился. Он был в школе. Но то место, где его рабочее место, было полностью обстреляно. Если бы он здесь оказался, то мы бы, уже бы человека не было. Только накануне городская комиссия признала школу готовой к учебному году. Теперь же с огромной дырой в потолке третьего этажа и попаданием в спортзал 1 сентября школу не откроют. 400 учеников пойдут учиться в другую. Пока еще целую. Случайностью обстрел этого жилого дома из школы назвать сложно. Минимум 15 попаданий из тяжелых гаубиц точно по двум адресам. А всего по городу на рассвете выпустили 45 снарядов. И наблюдатели ОБСЕ тщательно зафиксировали, с какого направления стреляли. С северного. И направление на север четко указывает каждая воронка. Наблюдатели выводов не делают, но и без этого, очевидно, стреляли с позиции украинской армии к северу от Горловки. Власти города просили замглаву миссии ОБСЕ на Украине разместить в Горловке постоянный наблюдательный пункт. Ведь обстреливают каждый день. Брюссель отказал. Слишком опасно для их работы. Антон Степаненко, Артем Григорен, Рушан Умиаров, Первый канал, Горловка.